Еще несколько слов об интервью президента Сирии Асада, которое он дал на днях комсомольской правде. По словам Асада, Запад никогда не смирится с независимостью Сирии и России. Асад также заявил, что холодная война, начатая Западом против Советского Союза, не была закончена. И в Сирии сейчас наблюдается ее продолжение. Мы видим эскалацию конфликта, заявил Башар Асад. Однако главная его цель – сохранить американскую гегемонию над миром, причем сохранить ее любой ценой. По убеждению сирийского президента, Соединенные Штаты не откажутся от этой политики. Тем временем, политическая конфронтация между Россией и США на минувшей неделе перешла на новую ступень. Вице-президент США Байден официально пригрозил России кибератаками, подчеркнув, что Соединенные Штаты знают, когда и где это сделают. Это уже на грани хамства, возмутился в ответ помощник президента России Юрий Ушаков. И пообещал, что Россия обязательно отреагирует на эти угрозы. Здесь следует подчеркнуть, что в противостоянии с Соединенными Штатами у Москвы есть контраргументы. Причем некоторые мы из них уже предъявили в Сирии. Есть и другие. Вчера российские десантники отправились в Египет на совместные маневры со своими египетскими коллегами. К берегам Сирии отправлен авианосец адмирал Кузнецов. А в сирийском порту Тартус, в 160 километрах от Дамаска, на постоянной основе будет создана база военно-морского флота России. Весомым аргументом являются и российские военные технологии, особенно уже знаменитые на весь мир системы С-300 и С-400. Сегодня о поставках С-400 Индии Владимир Путин договорился с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди в Гоа перед открытием саммита Брикс. Штат Гоа находится на юго-западе Индии и, конечно, прежде всего знаменит своими пляжами. Из России сюда ежегодно приезжает около 4 миллионов туристов. Сейчас как раз самое начало сезона. У нас уже наступила холодная осень, а здесь плюс 34. И так и хочется снять деловой костюм. Впрочем, участникам саммита Брикс это вряд ли удастся. Слишком плотный график. Все расписано по минутам, но во время открытия саммита лидеры все-таки смогли познакомиться с национальным колоритом. Главам государств предложили примерить традиционную индийскую одежду. Основная часть саммита Брикс пройдет завтра. Сначала лидеры соберутся в узком составе, а затем вместе с официальными делегациями. Сегодняшний день посвящен двусторонним контактам. Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии. Начиная свое выступление, Нарендра Моди заговорил по-русски. Совсем недавно лидеры стран при помощи видеосвязи участвовали в запуске первого энергоблока атомной электростанции Кудам-Кулам, которую строят российские специалисты. Сейчас готов еще один энергоблок. Мощность каждого по тысяче мегаватт. Это уникальный проект для Индии. Сегодня Владимир Путин и Нарендра Моди дали старт закладки еще двух энергоблоков. Возводимая по самым современным российским технологиям и с участием наших специалистов атомная станция станет очень существенным, будет очень существенным вкладом в обеспечение энергоэнергетической безопасности Индии и повышение ее энергообеспеченности. Поможет расширить доступ жителей и промышленных производств к надежным и бесперебойным, поставкам электроэнергии. Всего в Индии планируется построить 12 реакторов. Сейчас идет поиск подходящего участка для строительства второй атомной станции. К тому же Дели активно экспортирует из России уголь и голубое топливо. Его потребление растет, и стороны в будущем могут задуматься о строительстве газопровода. Этот проект будет прорабатываться с точки зрения технико-экономического обоснования и его окупаемости, эффективности. Думаем, что это действительно перспективный проект, но он требует тщательной проработки. Но мы говорим не только о поставке трубопроводного газа. Сегодня речь шла в том числе и о поставках жиженного природного газа из России. В присутствии лидеров подписан солидный пакет документов. Например, наши страны создадут совместный российско-индийский инвестиционный фонд. Сотрудничество усиливается в сфере обмена технологиями. Это космос, IT-индустрия, строительство скоростных железных дорог. На новый уровень выходит и военное партнерство. Успешно развивается сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Россия не только осуществляет поставки вооружений и боевой техники, но и открывает в Индии совместные производства самых современных ее образцов. Налажен, например, выпуск истребителей Су-30МКИ, танков Т-90, противокорабельных ракет комплексов Брамос. В планах начать собирать в Индии многоцелевые вертолеты, военные фрегаты. Россия поставит в Индию зенитные ракетные комплексы С-400. Ранее только Китай заключил подобный контракт. Это новейшая наша система. Мы сейчас сами вооружаем собственные вооруженные силы и делаем исключение только для близких для нас государств, таких как Индия и Китай. Сам факт того, что мы вышли и с Китаем, и с Индией на решение данных вопросов, говорит очень о многом, о том, что таким образом Россия поставляет свои самые выдающиеся технологии в те страны, которым она доверяется, кем она устраивает стратегические отношения. Сегодня Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры сначала беседовали тет-а-тет, а затем в расширенном составе. Основной темой разговора политиков стал конфликт в Сирии. И китайский лидер подтвердил схожесть позиций наших государств. Терроризму необходимо противодействовать. Россия и Китай наращивают объемы сотрудничества. Тоже можно сказать и о Южноафриканской республике. Президент Джейкоб Зума пригласил Владимира Путина посетить ЮАР с официальным визитом. И каждый из лидеров подчеркнуто называл Россию другом. Петр Вершинин, Владимир Черных, Эдуард Мамедов. Для аналитической программы Postcriptum. ТВ-центр Гоа Индия.